Советский фотограф оставил после себя удивительную коллекцию работ. Прошло уже более 30 лет с тех пор, как автором были напечатаны фотографии. Однако они по-прежнему захватывают дух и притягивают зрителей. Раиса Пшеничникова, вдова знаменитого фотохудожника, с трепетом рассказывает о творчестве своего мужа. Работы эти все очень энергетичные, очень объемные, очень духовные, потому что Леонид Иванович был воином духа. Он всегда стремился подчеркнуть, что все в этом мире взаимосвязано, и все мы взаимосвязаны. Допустим, там у него есть фотографии «Царица гор», горы и лицо женщины. Это как бы стремление показать, что природа и мы, люди, едины, мы все одно, и что мы все друг за друга в ответе. Несмотря на то, что Леонид Пшеничников родом из Лануде, ранее его работы никогда не выставлялись на родине. Его коллекция путешествовала по всему миру. К примеру, в последний раз выставка фотохудожника проводилась в Аргентине. По словам Раисы Пшеничниковой, ей с трудом удалось организовать эту экспозицию на родине автора. Но с помощью бурятских буддистов, в том числе художника Николая Дудко, выставка все же состоялась. Для меня творчество Леонида Ивановича – это прежде всего честное отношение к искусству, честный взгляд на то время, в котором он жил и находился, и, наверное, немножко ностальгия по тому времени, в котором мы с ним жили, мы с ним дружили, мы с ним общались. На экспозиции был также представлен альбом с работами фотохудожника с одноименным названием «Серебряный луч света», оформлением которой занимался Николай Дудко. Он включает большинство работ, которые собраны здесь, на этой выставке, и еще то, что на выставку не вошло, плюс очень прекрасная вступительная статья от Раисы Ивановны, значит, соответственно, вдовы Леонида Ивановича, и очень много воспоминаний друзей, очень много воспоминаний учеников, очень много воспоминаний тех людей, которые с ним касались и общались, и таким образом, как бы, альбом, мне кажется, это тоже целая веха, как черта какая-то, которая подводящая его творчество к какому-то знаменателю. Супруга Леонида Пшеничникова, как организатор и идейно-вдохновитель выставки, решила подарить всю представленную здесь коллекцию, состоящую из 93 работ, музею имени Сампилова. Так что каждый желающий может в любое время прикоснуться к творчеству мастера. Наталья Домбаева, Евгений Козлов, Алексей Верник. Первая альтернативная.